Равенсбрюк – это концентрационный лагерь Третьего Рейха. Существовал с мая 1939 года до конца апреля 1945. Располагался на северо-востоке Германии, в 90 километрах к северу от Берлина, около одноименной деревни, сейчас ставший частью города Фюрстенберг. Был определён как охраняемый лагерь заключения для женщин, являлся крупнейшим женским концлагерем нацистов. Строительство лагеря началось в ноябре 1938 года под руководством рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Количество зарегистрированных заключённых за всё время его существования составило более 150 тысяч человек, из них женщины и дети более 130 тысяч. Первоначально в лагере содержали немок, позорящих нацию, преступниц, женщин о социальном поведении и свидетели и еговы. В июне 1939 года из Бунгерланда, это Австрия, в Равенсбрюк были депортированы 440 цыганок с детьми. К декабрю 1940 года в 16 жилых бараках жили около 4200 женщин, в том числе из Австрии, Польши и Чехословакии. Число узниц и количество стран, откуда их привозили, постоянно увеличивалось. На 15 января 1945 года в концлагере Равенсбрюк насчитывалось 46 070 женщин и 7 858 мужчин-заключённых, половина из которых находилась во внешних лагерях. Они охранялись 1000 эсэсовцами-мужчинами и 546 надзирательницами. Первый участок лагеря сооружали заключённые из концлагеря Загзенхаузен. Лагерь открылся в мае 1939 года. Сюда, из концлагеря Лихтенбург, находившегося в Саксонии, перевели 867 женщин, которые должны были работать над дальнейшим расширением концлагеря, а также для строительства поселения эсэс. Лагерь состоял из главного испомогательного лагерей. В главном лагере содержали только женщин, он был рассчитан на 6000 мест. В апреле 1941 года был организован небольшой мужской лагерь с 350 заключёнными, смежный с главным. Территория была окружена рвом и бетонной стеной, опутанной колючей проволокой, по которой пропускался электрический ток. В июне 1940 года в Равенсбрюке было основано текстильное предприятие, общество для текстильного и кожевенного производства. На территории концлагеря был построен промышленный двор с производственными цехами для традиционных женских работ. В июне 1942 года концерн «Сименс» построил 20 промышленных бараков для принудительного труда заключённых. В марте 1943 года началось усиленное использование заключённых в военной промышленности. Для этого открываются внешние отделения лагеря – Карлсхаген, Нойбранденбург и Фельтен. Всего у концлагеря Равенсбрюк было более 70 отделений, в которых использовался принудительный труд женщин. Подлагеря располагались на территории от Балтийского моря до Баварии. В мае 1944 года 2500 женщин перевели на оружейные заводы «Хенкель», в Росток, «Шванцерфрост» и «Сименс» в «Зводау». Всего в течение 1944 года из концлагеря Равенсбрюк на различные военные производства перевели порядка 70 тысяч заключённых. В 1942 году, по идее Генриха Гиммлера, в концлагерях были открыты 10 публичных домов. Посещения так называемых «особых бараков» были призваны содействовать повышению производительности труда заключённых мужчин, которые работали на предприятиях военной промышленности и являлись частью многоступенчатой системы поощрений. Большинство женщин, оказавшихся в этих бараках, были набраны в концлагере Равенсбрюк. По различным оценкам, в концлагере Равенсбрюк скончались от 50 до 92 тысяч человек от недоедания, изнуряющего труда, плохих санитарно-гигиенических условий и систематических издевательств над узницами со стороны охраны. Два раза в месяц производился отбор заключённых, подлежащих ликвидации. Узников, признанных неспособными к работе, ликвидировали выстрелом в затылок. Каждый день в лагере убивали до 50 человек. Заключённых переправляли в Освенцем и другие лагеря смерти. Так, например, с марта по апрель 1942 года около 1600 отсортированных женщин-узниц Равенсбрюка были уничтожены в газовых камерах в Бернбурге. С августа 1942 года и начала 1943-го был произведён массовый расстрел польской аристократии жен старших офицеров и офицеров генерального штаба. Было расстреляно 700 человек. В рамках так называемой акции 14F13 в Равенсбрюке имело место массовое уничтожение заключённых. В 1943-1944 годах многие узники погибли от инъекций фенолинина. Осенью 1943 года был построен крематорий. Пепел сбрасывался в озеро Швеция. 30 апреля 1945 года концлагерь Равенсбрюк был освобождён соединениями Красной Армии. После того, как основная масса узников была отправлена на запад маршем смерти, на территории лагеря оставалось около 3000 больных женщин, а также обслуживающий медицинский персонал из числа заключённых. К 3 мая 1945 года соединениями 2-го Белорусского фронта были освобождены заключённые внешних лагерей Равенсбрюка.